В спартакеаде учащихся России участвуют дети до 17 лет. Она проходит раз в два года. Ценность ее в том, что спортсмены, побеждая, получают не только медали, но и очки для своих регионов, поднимая их в рейтинге спортивности. А это и престиж, и финансирование, и шанс попасть в сборную России по своему виду спорта. Тем самым уровень турнира высок не только для спортсменов, но и для организаторов. Регион может о себе заявить, как о городе, который готов принимать самые масштабные соревнования. Барново уже много-много раз доказывало, что самые высокие соревнования мы довольно-таки легко проводим на высоком организационном уровне. И все гости, которые приезжают сюда, оценивают и говорят, что это одни из лучших соревнований. И вот сейчас в промежутке тоже представитель Всероссийской Федерации говорит, что это было самое лучшее мероприятие именно по этому возрасту спорта-океада лучшее в России. Раньше всех свое выступление на спорта-океаде начали шахматисты. 16 регионов привезли сильнейших игроков королевской игры. Команды играли в 7 туров и, согласно регламенту, очки начислялись как за победу, так и за поражение. Наша команда здраво оценивала свои шансы и ставила перед собой задачу попасть в топ-10. Не хватило совсем чуть-чуть. Сборная Алтайского края в общем рейтинге стала 11-й. А вот первое место заняли шахматисты из республики Башкортостан. А самое главное, что это спорта-океада объединила три, казалось бы, совершенно разных видов спорта. В советское время многие игровые виды спорта, в том числе кроме игровых еще и бокс, тогда кикбоксинга не было. Они играли в шахматы, потому что шахматы они же учат просчитывать вперед, в кикбоксинге это важно. В гребле я тоже надеюсь, что это пригодится. А такой вид спорта, как шахбокс, который мы на самом деле во время суперфинала покажем, говорит о том, что кикбоксинг и шахматы не так уж и далеки. Третье место в общекомандном зачете спартакиады по кикбоксингу заняла команда Алтайского края. С такими результатами наши файтеры зафиналили домашний турнир. Всего в копилке алтайских спортсменов три бронзы и долгожданная золотая медаль от бичанина Василия Юрченко. Кроме спортивной части, для гостей спартакиада организовали и культурную программу. В целом, все участники соревнования довольны. Выехали на Нагорный парк, сфотографировались у знаковых букв Барнаул. Поэтому я думаю, что это замечательная массовая фотография разлетится по всей стране. Медали завоевали и наши гребцы на дистанциях 200 и 500 метров серебро и бронза. Стоит отметить, что на водные баталии приехало свыше 300 участников. Это самая массовая делегация спортсменов. Организация этой спартакиады Алтайский край в очередной раз доказал, что готов на 100% принимать не только российские, но и международные старты высочайшего уровня. Дмитрий Дроздов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова